Всем добрый день! Друзья, приветствую вас на канале обучения и саморазвития и наконец-то мы начинаем наше стихотворное творчество. Да, мы просто как духовно развивающиеся люди не можем не начать сочинять стихи, ведь поэзия это настоящий полет, полет на крыльях свободы. Ведь, как красиво сказал великий поэт Басё, тот, кто превращает чувства в слова и проникается любовью к сущему, становится поэтом. Зачем писать Хокку? И действительно, часто, когда у нас уже появляется здоровье и материальное благополучие, нам все равно чего-то начинает не хватать, хочется чего-то большего. И мы начинаем либо деградировать, занимаясь вредными для нашего тела, разума и души вещами, либо расти еще выше, начиная заниматься творчеством. Да, и часто, когда еще нет особого здоровья и обеспеченности, все равно иногда хочется отвлечься от мирской суеты и погрузиться в мир бессмертного творчества. Оставить, так сказать, после себя что-то кроме отходов своей жизнедеятельности. Итак, с какого же жанра следовало бы начать учиться писать стихи? Тем более, учитывая, что весь наш сайт и видеоканал посвящен самосовершенствованию, да еще и как внутреннему, так и внешнему. Естественно, я просто не могу не начать с самого сладкого, моего самого любимого вида поэзии. Самого неоднозначного стиля в мире стихотворчества. Одного из самых простых, но одновременно и самых сложных в написании их стиля. Эти короткие стихи иногда легко могут написать и понять даже дети, а иногда над ними десятилетиями размышляют и не могут осознать самые мудрые люди этой планеты. Чем интересен стиль Хокку? Собственно, стиль Хокку как раз и славится тем, что он доступен для написания всем, но иногда настолько глубок по смыслу и заложенным в него эмоциям, что над этими же стихотворениями самые великие интеллектуалы Востока часто медитируют целыми месяцами и даже годами, пытаясь понять, почувствовать или самостоятельно попробовать заключить глубокий смысл в десяток, казалось бы, самых простых слов. Стихи, которые могут состоять из нескольких слов, но содержать в себе больше знаний, оттенков, эмоций и впечатлений, чем в философском трактате, эссе о природе, великолепной картине, романе о любви, причем вместе взятых. И действительно, все это, да и еще многое другое с легкостью вмещает в себя мастерски написанный японский Хокку, иногда называемый также Хайку. В следующий раз мы расскажем большинство настоящих традиционных рекомендаций от самых великих японских мастеров по написанию Хокку, а также немного истории этой традиции стихотворчества. А сегодня мы ненадолго окунемся в еще более замечательный и глубокий мир русского Хокку. Можно ли писать Хокку на русском? Казалось бы, какое отношение имеют русскоязычные люди к написанию Хайку? Но это далеко не так. В России и Украине, как, впрочем, и в большинстве стран мира, уже долгое время очень большое количество людей практикуют написание Хайку. Естественно, что писать мы с вами будем на русском языке, так как большинство из читающих на русском банально не знает японского. Да, я и сам всегда пишу на русском, хотя когда-то и изучал немного и японский с носителями языка. Но, по моему мнению, русский Хокку имеет собственный необычный колорит, иногда даже превосходит своих японских собратьев. На самом деле, я считаю, что написание Хокку подходит для развития абсолютно всем, от ребенка и домохозяйки до программистов, политиков, интеллектуалов, художников, ученых и просто обычных философов. И даже более того, я просто настоятельно рекомендую научиться писать Хайку для поднятия уровня интеллекта, чтобы научиться превращать чувства в слова, научиться импровизировать, говорить красиво, емко и даже сочинять стихи на лету, а вдобавок просто быть в состоянии сфотографировать в образах и затем передать внешнюю и внутреннюю красоту любого жизненного момента. И вот, если собрать все вышеперечисленное и уместить это в три коротких строки, тогда и получится настоящий русско-японский Хайку. Как сказал один мудрец, глупые люди читают газеты, но не пишут стихов. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Итак, что же такое хокку? Обратимся к словарю или википедии. Хокку. Хайку. В переводе – начальные стихи. Жанр японской поэзии, возникшей в 15 веке. Это нерифмованное трехстише из 17 слогов. 5 плюс 7 плюс 5. На комические, любовные, пейзажные, исторические и другие сюжеты. Генетически связан с танка, еще одним похожим стилем японской поэзии, который мы также потом поучимся писать на русском. Ну и главное, что говорит словарь, то что хокку отличается простотой поэтического языка, свободой изложения от большинства других стилей стихосложения мира. И как ни странно, но словарь действительно прав. Хокку – это очень простая поэзия, которую часто не надо даже рифмовать. Вот так тут все просто. Но у славян, видимо, простота ценится не так сильно, как у японцев. Поэтому русский хокку часто пишется и хоть с какой-то рифмой, да и нередко на какие-то глобально-философские поучительные темы. В то время, как японцы больше ценят просто описание природы и различные шутки. Но даже если вы пишете на шуточные темы, постарайтесь не употреблять ни цензурных или ни литературных выражений. Хокку – это все-таки искусство для очень высокоинтеллектуальных и интеллигентных людей. Поэтому, если и решили употребить подобное словечко, то только в максимально удачном контексте. И в дань уважения к сукиному сыну Пушкину и традициям русского языка. Пример хокку-шутки. Дно созерцая сознается в ошибках, бухгалтер плохо. И даже бывает красивая хокку, но на грани фола. Осень прекрасна, как полуприкрытая пьяная гейша. И пора прощаться, темнеет быстро. Грибник, да будь ты проклят. Также в восточной традиции считается неприличным писать на тему любви, религии и политики. А вот у русских, как говорится, хлебом не корми. Дай написать про любовь. И, кстати, получается часто очень даже неплохо, а иногда почти гениально. Музыку найду в тебе. Звучи, как скрипка в моих объятиях. Трепетной рукой боюсь тебя коснуться, счастья не спугнув. Как падший ангел ведешь меня тропою искушения. Моя рекомендация для русского хокку такая. Если вы пишете на спорные темы, то избегайте переходить на личности. Пишите отстраненно и не от своего имени. Человек, кому это адресовано, и так все поймет. Лжет только правдой, с законом играя, не подкопный судья. Также нежелательно писать какие-то обидные для кого-то вещи или критику. Особенно, если это касается тех же самых тем любви, религии и политики. Пишите красиво и позитивно, или хотя бы философски и глубоко погрузившись в переживания. А если не получается так, то лучше не пишите вообще. А главное, дарите людям своими стихами больше счастья и радости. И оно рано или поздно все равно вернется к вам во сто крат. Даже не знаю, примером может быть такое хокку уважения, но даже лучше было бы имя вынести просто в название отдельно. Лжет только правдой, задорнов, пробуждая уснувший народ. Или... А Пугачева, оскорбляя достойных, себя топим в грязь. И даже если дарите или посвящаете кому-то хокку, пишите красиво, но как бы со стороны. Например, «Цвети все ярче, с каждым днем, себя люби и будь любима». И... Во втором русском хокку написано непонятно о чем. Даже получается, что больше о себе. Но любой девушке будет приятно быть возлюбленной гения. А тем более получить от него стих в подарок. Также можно легко сочинить что-то подобное и для мужчины. Это будет очень красивый и необычный подарок. Думаю, найдется мало мужчин, которым будет неприятно, когда про них сочиняют стихи. «Хочу солнцем стать, чтоб вечно любоваться твоей красотой». Или еще круче, если давно не виделись. «К ладони прильну, вспоминая разлуку, теперь не отдам». В общем, учитесь самостоятельно писать хокку, и вы легко сможете сделать такой необычный и теплый подарок близким вам людям на День Святого Валентина или на Новый Год. Проверено. Иногда действительно гораздо лучше подарить на память часть своей души и своего творчества, чем дорогую безделушку, купленную по пыхах по дороге домой. К тому же написание подобного стиха на подарок также может занять при наличии небольшой практики буквально 3-5 минут. Вот, собственно, на этом на сегодня и все. Остальные советы по написанию русского и традиционного японского хокку смотрите во второй части о русских хайку. А пока желаем всем терпения и мудрости. Скоро увидимся. По скриптуму. Везде, где нет прямого указания авторства, использованы мои личные русские стихи. При желании вы тоже можете их использовать в любых целях, указав ссылку на наш сайт или видеоканал обучения и саморазвития. На этом все. Всего вам доброго, любви и действуйте. Никогда не сдавайтесь. Всего вам доброго. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok